Говоря о социальной сфере, промышленности и происшествиях, не стоит забывать и о культуре. В 2014 году в Саратове произошло сразу несколько значимых событий, связанных с этой интеллектуальной сферой. Открылись новые музеи и выставки. О наиболее важных эпизодах культурной жизни региона расскажет Анастасия Куклева. Культурная жизнь региона в этом году насыщена и богата на юбилеи. Первые жители области отметили в феврале. В день всех влюбленных в Саратовскому театру юного зрителя исполнилось 95 лет. Юбилейные торжества также приурочили к столетию Юрия Петровича Киселева. В день праздничных мероприятий на здании ТЮЗа появилась табличка с постоянным адресом театра «Площадь Киселева-1». Юрий Петрович Киселев всю свою жизнь строил театр-дом. Это действительно было некое подобие семьи, где были отношения между руководством, актерами, всем коллективом. Не делился коллектив на творческий и нетворческий. Это была такая позиция. Главное событие «Года культуры» произошло в мае. После пожара и реконструкции своей двери для саратовцев и гостей города распахнула областная филармония имени Шнитки. Участие в торжественной церемонии открытия принял лично министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский. На обновленной сцене выступили народные артисты Советского Союза и России. Они презентовали саратовскому слушателю два рояля. Еще два года назад мы приняли решение в первую очередь не ввязываться в новые дорогостоящие проекты, размазывая федеральные деньги ровным слоем по большому количеству инновационных и новых строек, попытаться в первую очередь завершить те проекты, которые уже идут в регионах. И в этом отношении мне кажется, что саратовская филармония как раз хороший пример такого очень важного, нужного проекта, тем более совпало с годом культуры. После летних каникул жители отмечали еще один юбилей. В ноябре открылся Третий Всероссийский театральный фестиваль имени Олега Янковского. В этом году он был посвящен 70-летию великого артиста. Вниманию саратовской публике было представлено 12 спектаклей ведущих театров России. Еще одно значимое событие в жизни региона – приезд патриарха Московского и всеяруси Кирилла. За время своего визита он открыл новый храм на территории Саратовского государственного университета и совершил всенышное бдение в Покровском храме. Анастасия Куклева, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.